Три полностью укомплектованных компьютера и несколько коробок с различными канцелярскими принадлежностями. Все это для воспитанников Харцизского детского социального центра сегодня привезли гости из Москвы и Донецка. Сегодня у нас в гостях в детском социальном центре Екатерина Геннадьевна Мартиянова, а также представители наш друг из Российской Федерации Вадим Хамич. Это наши постоянные друзья нашего детского социального центра, которые никогда не забывают и всегда готовы оказать всестороннюю помощь. Сегодня они привезли три компьютера. Мы сделаем небольшой компьютерный уголок, чтобы дети могли развиваться, заниматься, и также канцелярские принадлежности. Поэтому очень благодарны всем, кто оказывает помощь нашему детскому социальному центру. Спасибо огромное. Я являюсь исполнительным директором общественной организации «Русский мир», зарегистрированной в городе Москве. Сегодня мы передаем 12 единиц компьютерной техники различным социальным учреждениям Донецкой Народной Республики. Целью данного мероприятия является предоставление возможностей детям, которые остались по тем или иным причинам без родителей, обучаться компьютерной грамотности. В наше время всеобщей цифровизации для каждого человека становится просто жизненно необходимым. В первую очередь компьютер нужен для обучения воспитанников центра, общения, получения актуальной информации. Тем более, если из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, школьникам придется перейти на дистанционный формат получения знаний. Впрочем, и компьютерные игры – это тоже то, без чего современные детвора себя не мыслят. Так что подарки пришлись весьма кстати. Мы постоянно посещаем такие учреждения. Планируем сегодня посетить и Горловский социальный центр, и Донецкий социальный центр, где детки также с такими судьбами находятся. Наша цель сегодняшняя – подарить этим учреждениям компьютеры, потому что мир меняется, общество меняется. И нам очень важно, чтобы дети отвлекались, чтобы дети развивались. Потому что детки, которые здесь находятся, к сожалению, многие даже не знают, что это такое. А мы хотим, чтобы они социализировались, были встроены в общество и могли себя реализовывать. К 5 октября воспитанники приюта тщательно готовились. Ведь в этот день свой профессиональный праздник отмечают люди, которые занимаются воспитанием и образованием подрастающего поколения, в том числе и в их центре. Ребята подготовили ко дню учителя концерт, участниками которого стали и сегодняшние гости приюта. В завершении праздника заместитель председателя общественной палаты Екатерина Мартьянова поздравила сотрудников центра с днем учителя, а ребятам пожелала обязательно ставить перед собой высокие цели и непременно их достигать.